На 9 этаж пешком нет ни для зарядки ради, а по необходимости. В доме номер 18 по улице Дзержинского в трех подъездах в пятницу остановились лифты. 104 квартиры 9 этажки остались без необходимого средства передвижения. У нас отключили лифт за неуплату управляющей компании, обслуживающей компанией лифтов. Когда включат, неизвестно. Очень много живет пенсионеров и граждан, которых с ограниченными возможностями. Отключение лифта на неопределенный срок – это для нас большая проблема. Я лично живу на 9 этаже, мне тоже сложно. Я живу на 6 этаже. В соседней квартире проживает теща 83 лет, которая нет-нет, да и хотела бы выйти на улицу, прогуляться в магазин по своим делам. Супруга после операции с палочкой. Мы исправно платим из месяца в месяц. Все пожилые люди, они бегут с квитанциями, вперед паровоза в Сбербанк оплачивать все услуги. В общей сложности жители Дзержинского 18 задолжали управляющей компанией «Ремекс» 750 тысяч рублей. А УК, в свою очередь, не смогла рассчитаться с организацией техкомплект, обслуживающей лифты. Их долг перед подрядчиками около 100 тысяч рублей. Руководство УК прокомментировало ситуацию. Ну, во-первых, остановлены они незаконно, потому что приостановка движения лифтов принудительным образом, она вообще незаконна. Лифты не ломались, их просто остановили. Про сотрудники техкомплекта. С нашей стороны есть задолженность перед этой организацией. Мы эти вопросы решаем с помощью гарантийных писем. Мы им говорим, что мы проплатим то, что мы обязаны на следующей неделе. Я уже созвонилась с директором, с заместителем созвонилась. Я говорю, а проплата пойдет на следующей неделе. Мне было сказано, берите кредит, оплачивайте сегодня. Монеты отыгрываются на жителей. Таким образом, шантажируют управляющую организацию. А вот до техкомплекта мы так и не дозвонились ни по одному из пяти номеров. Город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 18. Управляющая компания ведет переговоры с техкомплектом, чтобы возобновить в срочном порядке работу лифтов. Ну а жители Дзержинского, 18, тем временем настраиваются на борьбу и даже готовы обратиться в прокуратуру. Юлия Унрава, Олег Макаров, Петр Васильев. Наше время.